Приветствую всех, кто сейчас в прямом эфире, кто будет меня в последующем смотреть. Данный видеопост посвящается рассмотрению вопроса предлагаемых поправок в Конституцию, инициированных главой государства, а именно конкретно поправок в статью 26 Конституции, в пункт 1 и пункт 2. Хочу высказать свое мнение, внести свое предложение, как граждане Казахстана высказать свою точку зрения по предлагаемым поправкам в Конституцию, статью 26 пункт 1, и также разъяснить, почему я не согласен с постом, опубликованным на своей личной странице в Facebook адвокатом Джохаром Утибековым, который придерживается несколько иного мнения и считает, что каких-либо переживаний, опасений не имеется. Сейчас процитирую я пост адвоката Джохара Утибекова, который опубликован на личной странице. Он считает, что в пункте 1 статьи 26 Конституции граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законоприобретенное имущество, предлагается заменить слово граждан на каждого. Некоторые, к счастью немногие, выразили опасения к продаже земли иностранцам. Хочу их развеять. Также он пишет, что статья 26 Конституции находится в разделе о правах человека и посвящена гарантиям права собственности, а не земле и другим природным ресурсам. Далее в его посте есть размышления, это в пункте 4. Он пишет, что фразы «каждый» и «граждане» обособляются в Конституциях многих стран, и мы не исключение. Некоторые права и обязанности в государстве могут иметь только граждане. Избирательное право, воинская повинность, государственная служба и прочее. Это всего лишь вопрос юридической техники. Также приводит в пример статья 38 Конституции. Глазит, что граждане Республики Казахстан обязаны сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам. Означает ли это, что иностранцы могут нарушать наше экологическое законодательство? Конечно нет, достаточно применить расширительное толкование права. А в статье 35 Конституции Российской Федерации сказано «каждый вправе иметь имущество собственности». Теперь я попытаюсь выразить свое мнение, разъяснить и внести свое предложение по предлагаемым поправкам в Конституцию, именно конкретно в статье 26, пункт 1. Как гражданин Республики Казахстан, как юрист, выскажу свою точку зрения с юридической стороны, с юридической точки зрения. И разъясню вам, почему я не согласен полностью в корне по первому пункту с адвокатом Джохаром Утибековым. Для начала начнем. Я изучал там разные конституции разных стран. И в примере возьмем для сравнения. Я взял две конституции. Это Республики Беларусь и Российской Федерации. Это нам близкие по духу страны, которые вышли из состава СССР, страны СНГ. Значит, вот возьмем ту же Конституцию Российской Федерации. В Конституции Российской Федерации есть статья 35, да, это вот касательно права собственности. Там в пункте первом указано «Право частной собственности охраняется законом». В пункте втором конкретно пишется «Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им, как единолично, так и совместно с другими». Здесь во втором пункте указано «Каждый вправе иметь имущество». То есть по субъекту каких-либо ограничений нет. Но здесь указано «Иметь имущество, не любое». То есть здесь вот есть ограничения в части, что объем, он регулируется вытекаемыми законами и непротиворечивыми Конституции Российской Федерации. Здесь же вот именно в части земли, почему народ высказывает свое мнение и возражает против внесения по праву Конституцию и переживает, что они могут коснуться земельного вопроса. Статья 36 Конституции Российской Федерации. Она гласит следующее. Пункт 1 статьи 36. «Граждане Российской Федерации и их объединение вправе иметь землю в частной собственности». Пункт 2. «Владеть, пользоваться, распоряжаться землей и другими природными ресурсами, осуществляемыми собственниками, свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц». И вот пункт 3 статьи 36. Там прописано четко. «Условия и порядок пользования землей определяется на основе федерального закона». То есть условия и порядок пользования землей также регулируются законом. Здесь конкретно прописано в этой норме, кто вправе иметь в частной собственности землю. То есть граждане Российской Федерации. Если издается закон на основе федерального закона, там четко прописываются права и обязанности граждан, порядок и условия приобретения собственности земель, там земельных участков, сельхоз, угодий, пастбищ и так далее. И также прописываются здесь же, какие ограничения присутствуют для иных субъектов. Это иностранцев и лиц без гражданства. Почему? Потому что вот данные здесь вот в статье 35, здесь указано, что каждый вправе иметь имущество, но не любое имущество. То есть в той же статье указано, где вот аналогичная Конституция нашей Республики, где указано, что иностранцы и лица без гражданства несут права и обязанности, которые предусмотрены для граждан Республики Астан, если иное не предусмотрено Конституции, законы и иными подзаконными актами. Вот здесь же вот вся и кроется фишка, что они не должны противоречить Конституции. И получается здесь у нас вот само слово, что каждый вправе иметь имущество в собственности. Здесь не указано любое имущество. И второе, что в статье 36 Конституции Российской Федерации здесь четко прописано, что граждане Российской Федерации и их объединение вправе иметь землю в частной собственности. Наши же Конституции, если сейчас внесут поправку в статью 26, и будет каждый вправе иметь в частной собственности любое законоприобретенное имущество, то есть круг имущества не будет расширен, то есть не будет запрета любое имущество, каждый вправе. А каждый это у нас иностранцы и лица без гражданства. Соответственно, вот земельный кодекс, который регулирует вопросы касательно приобретения владения частной собственности, земли в частную собственность, он будет противоречить Конституции. Конституция является высшим, имеет высшую юридическую силу и является высшим законом. И все вытекающие из него законы, нормативные проекты не должны ему противоречить. Соответственно, здесь же будут ущемляться права иных лиц по субъекту, это иностранцев и лиц без гражданства. Поскольку здесь у нас 12 статьи, как пишется, иностранцы и лица без гражданства пользуются в республике правами и обязанностями, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией. А Конституция у нас, если несут поправки такие, здесь у нас будет предусмотрено, что каждый вправе иметь любое имущество. А любое имущество это у нас и земля и так далее. Соответственно, это будет уже ущемлять права каждого. А что касательно Конституции Российской Федерации? У них это чем в Конституции, вот касательно земля, это отдельно норма, закреплено отдельным пунктом, что условия и порядок пользования землей определяется на основе федерального закона. И здесь конкретно в первом пункте указано, что граждане Российской Федерации и их объединение вправе иметь землю в частной собственности. Конкретно по субъекту, что только граждане имеют право иметь в частную собственность землю. И в статье 35 здесь указано, каждый вправе иметь имущество в собственности. Здесь слова «любое имущество» нет по субъекту. То есть здесь опять же каждый вправе, все это граждане Российской Федерации, иностранцы, лица гражданцев вправе иметь в праве собственности имущество. Но опять же, что касательно земли в Российской Федерации Конституции, там конкретно прописано, что только граждане Российской Федерации могут иметь в праве в частной собственности. И условия и порядок пользования землей определяется на основе федерального закона. В федеральном законе конкретно прописывается, что в праве собственности граждане Российской Федерации могут иметь, А для иностранцев и лиц без гражданства, соответственно, там уже свои ограничения прописывают конкретно какие, предоставление в аренду и так далее. Поскольку по аналогии также у них есть норма в Конституции РФ, где указано, что иностранцы и лица без гражданства пользуются в РФ правами и свободами, несут обязанности, установленные для граждан РФ, если иное не предусмотрено Конституцией РФ законами и нормативными правовыми. То есть суть в чем, опять же еще раз попытаюсь вам, чтобы вы поняли, Российская Федерация, она конкретно вот что касательно вопроса отдельным, в отдельной статье ограничила по субъекту, что землей, землю могут иметь частную собственность только граждане Российской Федерации. Это пункт первый. Пункт третий. Условия и порядок пользования землей определяется на основе федерального закона. Вот в этом федеральном законе, как и у нас в земельном кодексе, прописываются правила, порядок и условия получения собственности земель и так далее. И, соответственно, прописываются ограничения для других субъектов, это иностранцев или без гражданства. Поскольку она не противоречит Конституции, в статье 35 здесь указано, каждый вправе иметь имущество в собственности имущества. Но любое имущество, здесь слова любое имущество нету, поскольку любое это уже у нас расширяет круг имущества, то есть ограничения снимает. Здесь же в любое имущество у нас и подпадает и земля и так далее. Соответственно, если у нас будет приниматься, вот сейчас, который действует земельный кодекс, он будет противоречить норме Конституции. В части того, что каждый в Республике Казахстан в праве иметь на праве частной собственности любое законоприобретенное имущество, вот это вот само слово, любое имущество по субъекту, оно снимает все ограничения, в том числе и на землю. Если, получается, у нас в законе будет прописано, что граждане Республики Казахстан имеют право иметь на праве частной собственности землю, то, соответственно, эти же автоматические права и приобретают иностранцы, и лица безгражданцев, поскольку статья 12 у нас гласит, что каждый в праве иметь на праве частной собственности любое имущество, а в любое имущество у нас подпадает и земля и так далее. Для этого необходимо, я считаю, в статью 6, если наши законодатели хотят, либо взять велосипед не изобретать, взять, прописать отдельным пунктом, как в Российской Федерации, пункт 3, указать конкретно, как вот в пункте 1 у них указано, что в частную собственность земли могут иметь только граждане Республики Казахстан. Вот у них как гласит пункт 1? Граждане Республики Казахстан и их объединение в праве иметь землю в частной собственности. Также у нас конкретно прописать в статье 6 пунктом, пусть будет 4, что граждане Республики Казахстан, их объединение, слово это можно оставить, либо убрать, в праве иметь землю в частной собственности. Все конкретно по субъекту, что именно граждане Республики Казахстан, они в праве иметь в частной собственности землю. Все, это уже не оспаривается. А уже что касательно прав иностранцев ввелись без гражданства на землю, это уже будет прописываться в земельном кодексе. Предоставлять им частную собственность или нет, выставить ограничения и так далее. Потому что, как я еще раз говорю, у нас оно будет противоречить Конституции. И, соответственно, земельный кодекс, он будет приводиться, должен быть приведен в соответствии с законом, поскольку он будет ущемлять уже права иностранцев ввелись без гражданства. Если у нас в статье 20 закрепят в пункте первом, внесут изменения, если будет у нас, она будет звучать по следующим образом, что если будет, как вот они предлагают, каждый в праве иметь в частной собственности любое законоприобретенное имущество. Соответственно, оно уже по субъекту снимает ограничения. Это иностранцы и лица без гражданства. И само слово, вот два ключевых, это каждый и любое. То есть, каждый, это у нас иностранцы и лица без гражданства, могут иметь, направить в собственность любое законоприобретенное имущество. А любое имущество, это у нас, получается, ограничения будут сняты для каждого. Соответственно, если вот сейчас у нас либо нужно оставить так же, как оно сейчас есть, и уже не вносить никакие изменения. Либо, если вносить поправки, то здесь нужно будет либо, будет целесообразнее в статью 6 вносить какие-то поправки, оговаривать именно вопросы, связанные с землей, как вот в Конституции Российской Федерации. Там четко указано по субъекту, что граждане только Российской Федерации вправе иметь землю в частной собственности. А уже предоставлять ли в частную собственность или нет, это уже прерогатива государства Российской Федерации, когда они это все будут прописывать в своем федеральном законе. Поскольку закон уже не будет противоречить Конституции, поскольку в Конституции здесь добро дается только лишь для граждан Российской Федерации. А предоставлять ли право иностранцам и лицам без гражданства в частную собственность или нет, это уже будет прописано в федеральном законе. Поскольку федеральный закон здесь, он уже не будет противоречить нормам Конституции, поскольку здесь в статье 36 не прописано каждый в праве иметь, направить частную собственность в любой законоприоративной имуществе по субъекту. Поэтому я считаю, что эти изменения существенны и они будут нести за собой, соответственно, правы и определенные последствия. Вот Жанар Ахмед пишет, получается в России Конституции оговорены ограничения иностранцев на владение землей. Да, вот я сейчас уже, как я говорил, в Конституции Российской Федерации, в статье 36 конкретно закреплено, что граждане Российской Федерации и их объединение в праве иметь землю в частной собственности. То есть по субъекту здесь ограничен конкретно в Конституции, что только граждане Российской Федерации в праве иметь землю в частной собственности. Теперь если законодательство Российской Федерации тоже федеральный закон решит, в Госдуме пусть они там законодательные власти решат, инициативу будут продвигать, что нужно создать, рассмотреть федеральный закон и внести поправки, чтобы предоставлять в частную собственность иностранцам и лицам без гражданства, в частную собственность. Здесь это уже на усмотрение будет законодательного ветви власти при издании федерального закона, поскольку она не будет уже противоречить Конституции, поскольку у нас аналогичная норма имеется в Конституции Российской Федерации, аналогично нашей Конституции, где прописано, что иностранцы и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан Российской Федерации, если иное не предусмотрено Конституцией, законом и иным нормативным правам. То есть здесь вот, получается, противоречий здесь не будет при рассмотрении, там, издании, либо внесении поправок в федеральный закон, поскольку это уже на их усмотрение будет. Предоставить ли в частную собственность иностранцам и лицам без гражданства или нет, оно не будет противоречить Конституции. И вот один из моментов тоже, в статье 35 Конституции, тоже прописано, что аналогичная статья нашей, как вот Джохар Утебеков эту отражал в своем посте, пункт второй. Каждый вправе иметь имущество собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться и так далее. Здесь же, вот ключевое слово, любое имущество отсутствует. Здесь просто каждый вправе иметь имущество. И здесь же это уже, какое имущество, это все уже расписано, все соответственно в определенном законодательстве Российской Федерации. И уже на их усмотрение, какое имущество вправе иметь по субъектам тот же гражданин Российской Федерации, какие ограничения выставить в закон.